всем привет как всегда по понедельникам мы встречаемся в звуке но сегодня у нас еще время особенное да присоединяйтесь добрый вечер добрый вечер всем я татьяна фомичева автор проекта кристалла софи сегодня у нас особенный день мы сегодня вообще встречаемся как раз таки в затмение в лунное затмение и пока мы с вами будем тут слушать звук она как раз таки начнется тем не менее вы еще успеете на его полную фазу это 21 20 сделать какие-то свои супер пупер ритуалы доброго вечера всем доброго вечера привет привет поделитесь информацией позовите друзей сегодня знаковый момент нам так повезло с понедельником что мы действительно попали в затмение и как вы все знаете завершаются врата льва а мы вступаем в коридор затмений в коридор который между лунным и солнечным и если так говорить вот весеннее затмение которое было в феврале в принципе она тоже открыла определенный коридор целого лета вот весны и лета в котором мы находились но шли мы здесь медленно а тут более плотненький коридор более короткий более сжатый и более концентрированный поэтому вполне возможно что многие получат некоторый пинок от вселенной для того чтобы ну скажем так проснуться и за двигаться как то так добрый вечер добрый вечер всем прекрасный вечер в нашей компании и вас ожидает да ну наверно так и немножко нескладно сказала но как получается и так тем кто только что присоединился я татьяна фомичева автор проекта кристаллософия мы встречаемся в звуке кристальных чаш кто не знает кто первый раз напомню звук кристальных чаш это в общем-то космический звук это звук кварца волны которая несет информацию звуковой волны которая несет информацию о самом распространенном элементе планеты земля кварца добрый вечер и шарль эль шейха привет вот даже откуда вот она несет информацию о кварце и кварц нам необходимы там пищевая добавка силиция который укрепляет наши ногти волосы кожу и скелета то есть хотя в принципе кварц есть практически во всех средах человеческого организма поэтому этот элемент нам очень родственные очень необходимы и если вы слушаете кварцевую звуковую волну ваше тело отвечает такой же волной кварца внутри в организма и соответственно происходит такая вот тонкая настройка и ваш кварц просыпается и начинает наверное лучше с вами действовать те кто уже достаточно долго слушают звук кристальных чаш они уже могут рассказать про свои замечательные изменения не только в физическом теле но и в сознании и энергетике добрый вечер с украины добрый вечер то так что вот мы сегодня встретились в такое время я уже писала и много раз как бы на эту тему писала но повторюсь что затмение это когда одного луча нет наша голограмма меняется и в лунное затмение переписывается женская часть голограммы мы знаем что вот планета земля она тоже содержит большую женскую энергию которая для человека может быть как некоторая всеобщая мама да вот такая огромная большая наша мама и когда переписывается луч на космическом уровне это светило это планеты когда одного луча недостаточно поступает на планету земля хоть и отраженного да то голограмма может немножко корректироваться и соответственно голограмма нашей большой мамы нашей большой женской энергии на планете земля она немножечко сдвигается немножечко корректируется что это нам дает это нам дает то что голограмма каждой женщины кстати каждого мужчины потому что в нем тоже есть женская составляющая тоже как-то двигается и получает некоторую настройку поэтому вот сегодня в общем то мы настраиваем женский луч происходит некоторое обнуление некоторое освобождение от каких-то отработанных энергий от какого-то хлама от каких-то убеждений может быть от каких-то заблуждений относительно своей женственности происходит некоторое смещение освобождение для того чтобы находясь в этом коридоре затем затмений между лунным и солнечным когда наступит солнечное мы активировали мужскую часть в себе часть активную и наша общая голограмма каждого человека сложилась более обновлено да то есть вот что мы сегодня можем мы сегодня можем звуки чаш освобождаться от того что мы выпускаем пусть даже вы не знаете от чего вы освобождаетесь просто дайте себе разрешение что я освобождаюсь от того что по плану моей души мне больше не надо от того что какой-то опыт я больше не буду переживать от того что если вы действительно что-то намеренно хотите из себя освободить и очистить то вы естественно проговорите это и мы освобождаемся реально освобождаемся освобождаем места для нового для желанного для более истинного может быть даже мы оголяемся мы оголяемся в своей вот истинности и вид facebook в себя без прикрас и видим себя совершенно объективно и может быть вам это тоже не очень понравится ну�� это так есть это в принципе мы можем признать какую-то свою женскую часть мы можем исцелить мы можем исцелить и попросить скажем так свои высшие части свой дух своих ангелов своих наставников планету мать планету земля да мы можем попросить что-то нам изменить и подкорректировать особенно если у вас есть такие запросы неделю я назвала прорыв к свободе именно поэтому прорыв к свободе потому что чем больше мы скажем тащим на себе каких-то энергий тем в принципе там немножко сложнее нам хорошо живется тогда когда мы прозрачные когда все энергии проходят гармонично через нас и когда мы можем получать эту энергию от планеты совершенно естественным и гармоничным образом когда не надо нам носить скажем так этот аккумулятор с собой до батарейку нашей батарейкой может быть маленький кристаллик кстати вот а когда мы можем в любой момент через пространство получить те энергии которые нам на данный для данной задачи нужны вот это самое лучшее для этого надо быть прозрачной для этого надо принимать быть открытым приемным контуром для этого принимать чтобы принимать все энергии и не бояться их потому что если во мне такого нет у меня какая-то негативная энергия не захватит да то есть мы всегда знаем вот вот эту верхнюю вибрацию на которую мы можем подняться и прочистить себя и вот такой верхней вибрации может быть вот это вот вибрация кварца от поющих чаш она действует за счет того что это тоже в принципе голограмма звука потому что есть звук который мы слышим ушами обрабатываем через мозг и здесь какая есть маленькая задержка и звук который напрямую достигает нашей кожи проходит через наше тело достигает даже наших костей проходит сквозь нас и здесь этот звук не обрабатывается через ну как мы слуховой сигнал обрабатываем в голове то когда мы чувствуем кожи вибрацию чувствуем кожи и телом тогда нам не надо обрабатывать и тогда происходит вот на этой вот разницы как раз тот самый целительный момент так я возвращаюсь к кристальному календарю потому что я его пишу и в общем то в рамках кристального календаря пошли эти трансляции для того чтобы активировать те или иные камешки и вот неделю открывает гагат да гагат такой органогенный камень считается да то есть это это не кристалл у него нет кристаллической структуры в принципе это уголь спрессованный и он легкий он очень легкий видите у него даже звук такой совершенно не не каменный и когда его полирует вот он получается такой очень блестящий практически зеркальный и многие люди как раз таки его боятся потому что слава у него вдове камень на самом деле это не об этом это о том что не грусти человек я все твои печали заберу я все это смол я все это очищу а так как сегодня затмение вот самое время как раз таки с таким маленьким кусочком гагат почиститься и почистить энергетику почистить все свои скажем так памятные горести до те горести которые мы любим таскать с собой которые действительно памятные еще я хочу сказать что в этот период вот когда есть затмение классно делать какие-то ритуалы и естественно многие про ритуалы думают и про ритуалы спрашивают да их можно делать разные те которые идут из сердца можете писать записку сжигать в огне вы можете смотреть на луну и показывать луне свою записку вы можете пить воду которую вы поставили возможно и с лунный свет и потом вы ее выпейте с определенным намерением и с определенными словами к этой воде чтобы она попала в ваш организм вы можете сейчас погружаясь в медитацию сделать себе несколько намерений или каких-то фраз написать на бумажке у вас у вас прям сейчас есть время написать это на бумажечке и слушая медитацию положить эту бумажечку на свое тело куда угодно в кармашек можете сесть на нее можете лечь на нее вы можете окуривать и вместе с дымом выпустить к луне какую-то ароматную ароматную эту ароматическую палочку и на ее дым наложить намерение и выпустить глядя на полную луну сегодня и чтобы этот дым как бы достигал луны то есть таким образом что еще я могу вам сказать что это затмение позволит вообще вот этот коридор затмений позволит остро чувствовать все энергии которые вами манипулируют конечно нами больше всех манипулирует государство так есть но вот в государстве на уровне глобальном мы будем тоже чувствовать эти манипуляции помимо того что мы будем их чувствовать скажем в семье или с друзьями или на работе или с какими-то людьми мы будем чувствовать тогда когда человек желает на и манипулировать или когда он взаимодействует с вами именно через манипуляцию мы это будем остро чувствовать и И момент бунта внутреннего, ну правильно, когда нами кто-то хочет в своих целях каким-то образом управлять, мы же внутри бунтуем, но вот когда мы бунтуем, мы производим некоторую энергию. Это энергия не лучшего качества, это энергия в принципе бунта, но она вам показывает, что вы не согласны. И вот что в таком случае делать? В таком случае сделать внутри себя соглашение. Могу я это выполнить или нет? Вот реально как соглашение, я соглашаюсь на это, если я соглашаюсь, тогда я больше не ворчу. Если я не соглашаюсь, тогда я честно заявляю и говорю, нет, мне это не подходит. То есть это некоторая истинность вот в этом моменте, некоторая истинность, которая реально позволит вам чувствовать себя и проявлять себя. Мы же идем к истинности. И еще я хочу сказать, что многие девочки, так как лунное затмение больше касается чувств и эмоций, многие девочки любят поэмоционировать, например, с каким-то душесчипательным фильмом, да, там поплакать за героев и еще что-то. Вот это в принципе частично вы производите энергию эмоций, но не свою, а ту, которую вам предложили пережить. И это тоже есть манипуляция. Поэтому раскачивая качели своей эмоциональности, мы очень часто именно вот в эту ловушку попадаем. И потом мы производим ту или иную энергию не совсем свою и не совсем для нас нужную. Вот я просто обратила внимание на этот момент. Это уход в чужую жизнь через некоторые заблуждения и раскачивание своей нервной системы. Вот эти моменты мы тоже сейчас будем чувствовать. Мы будем их чувствовать остро и будем на них реагировать. И если вы поймали себя на этом, и что потом вы эти эмоции, которые у вас выросли, пока вы смотрели какой-то душесчипательный фильм, и они потом шагают в вашу жизнь, остановитесь, свою ли жизнь вы проживаете. Мы же к истинности идем. Вот свою ли жизнь вы проживаете, свои ли эмоции вы испытываете, свои ли чувства вы вообще внутри себя носите. Вот как-то так. Наверное, говорить больше не буду. Что еще на этом затмении? Значит, у нас идет очищение, у нас идет принятие прощения, у нас идет истинность, у нас идет намерение. То есть это вот такие основные моменты. Любое затмение нас сталкивает с тем, что я дальше несу из своего прошлого, и что я здесь бросаю. Вот этот момент тоже. Можете даже представить свой какой-то чемодан, и вы его бросили и написали, что вот там сложили туда кучу своих переживаемых эмоций или еще чего-то, и сказали, закрыли этот чемодан, сказали, вот здесь черта этого затмения, и тут я его оставляю и больше не несу. Добрый вечер из Турции, Айгуль, добрый вечер тем, кто только сейчас присоединился в этот замечательный вечер. Я напоминаю, что мы здесь каждый понедельник встречаемся в звуке. Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия», и немножко сначала болтаем, а потом немножко погружаемся в звук. Вот, так что вот такие у нас дела. И еще что это затмение? Затмение позволяет сломать все ограничения, даже те, которые вы себе выставили. Ну, например, ограничения. Я там толстая, я там некрасивая, я там старая, я там недостаточно хороша, я там свои все комплексы, вы можете написать, я там тра-та-та, и после этого их больше не использовать, вот выделить из себя как энергию и больше не использовать, и сказать, я такая, какая я есть, я уникальная, я счастливая, я самая прекрасная, потому что у моего духа есть только я, вот проживающая в физическом теле и никаких других вариантов. Все, значит, мой дух заинтересован, чтобы я свое тело любила, а не ограничивала, ни каким-то образом не воспринимала его на все 100% восторга, потому что это чудо. То, как работает человеческий организм, то, что он вообще есть и как он функционирует, это действительно чудо, это очень большое чудо, и это очень вообще восторженное решение, очень элегантное решение, такое, как человек, да? Вот, вот, просто почувствуйте, что вот сейчас, когда ваше тело будет слушать звук кристальных чаш, что вот внутренний восторг, каждая клеточка это может слышать. Все, болтать больше не буду, перемещаюсь к чашам. Кстати, если вы хотите от многого освободиться, кстати, если у вас идет какая-то тяжелая полоса в жизни, то гагат берите в ручку, если его нет, он вот так выглядит, запоминайте, черненький, легенький, полированный, и представляете, что у вас в руке такой вот полированный кусочек, он очень теплый, кстати, на ощупь, есть. Все, переключаю камеру туда. И сейчас сама туда приду. Кристаллы кварца тоже можно взять, можно взять даже пляжные камешки, то есть вы можете взять любые камни с собой в медитацию, какие есть. Даже ракушку можно взять. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Да, золотая чаша. Чаша изобилия. Я заканчиваю каждую сессию звукокристальных чаш именно золотой чашей она достаточно покрыта каратным золотом, чаша изобилия на ней есть символ цветка жизни, кто знает, это и я за то, чтобы изобилие было в позитивном размере у каждого, и чтобы оно радовало, и чтобы каждый человек мог ощутить свою жизнь наполненной радостями и наслаждениями. Так, у кого-то, значит, так, Людмила, сегодня даже звуки не принесли облегчение, какая-то зажатость. Да, некоторые люди могут остро чувствовать нехватку луча луны. Так, я сейчас просмотрю комментарии. На самом деле, на самом деле, сейчас ваши клетки поют. Ваши клетки поют, они запоминают звук. Кварц – это вообще запоминающая структура, а так как у человека кварца достаточно много, это силициум, то можно сказать, что звук, который слушало ваше тело, в принципе, запомнился. Соответственно, сейчас, когда идет затмение, вы можете успеть сделать какие-то ритуалы, и ваша звуковая наполненность, звуковая наполненность вашего пространства, и то, что продолжает петь и звучать ваше тело, и транслировать эту вибрацию кварца в окружающее вас пространство, это будет усиливать любой ваш ритуал, любые ваши намерения. Поэтому обязательно, в общем-то, выскажите свое намерение, пожелайте себе чего-то самого замечательного, что вы себе желаете. Вы выделите то, от чего вы хотите освободиться и с чем хотите расстаться. Поэтому вот прекрасный момент сегодня есть. И не надо думать, что затмение вот прям вот этот вот момент кончится, и что все, энергии немножко будут еще работать. Они действительно будут работать и вам помогать. Поэтому ваше намерение может быть высказано, если вы не успеваете прям вот точно по времени, может быть высказано немножко позже, немножко раньше. Ну что, всем прекрасной женственности? Женственности без отяжеления какими-то эмоциями. Вот момент того, что эмоциональность некоторых людей, наверняка в вашем окружении есть такие, бывает такая красивая и очень приятная, а бывает действительно напрягающая и неприятная. Вот вы, если посмотрите на такие вот, ну как бы вокруг опыты других людей, можете сделать вывод, и вы тогда спросите себя, что стоит за этим, почему это в одном случае красиво, в другом не очень. И, соответственно, пожелайте себе, чтобы и у вас эта эмоциональность была красива, чтобы эмоции были крыльями ваших мыслей, чтобы эмоции действительно помогали вашим мыслям воплощаться и внедряться в земной план с наслаждением, чтобы это радовало не только вас, чтобы это наполняло ваше пространство. Потому что эмоциональность – штука хорошая, но очень хорошо, когда эта эмоциональность не рулит вами, а вы ею рулите, когда происходит всё это естественно, и когда эмоции украшают ваши мысли. Вот как-то так. Или усиливают ваши мысли, потому что эмоция – это та энергия, которая ближе к земному плану, и которая уже двигает что-то, двигает пространство, двигает материю. И поэтому сначала была мысль. Когда сначала эмоция, а потом мысль, ох-ох, куда же мы вместе попали, это не самый лучший вариант. Вот. Но на этой ноте я, чтобы ваши эмоции были крыльями ваших мыслей, чтобы всё у вас воплощалось, и чтобы лунное затмение наилучшим образом, ну, как бы так сказать, сделало ваши опыты земного проживания более приятными, более приносящими радость и наслаждение. Вот как-то так. И ещё, как всегда, напоминаю, обнимите своих близких и любимых, ведь вы звучите, ведь вы звучите, поделитесь с ними этой вибрацией, и поблагодарите свои клетки за то, что они провели такой прекрасный звукоакустический массаж, и позволили впитать звук, наполнились звуком, и теперь будут наполнять ваше пространство. Это была Татьяна Фомичёва, автор проекта «Кристалл Асофия». Читайте календарь. А, вот ещё что скажу. Скажу то, что вот в этот коридор затмений очень здорово сделать себе какой-то магический предмет. Какой-то магический предмет с намерением. Но у меня на сайте вы можете найти там и как спираль сделать, и как булавку сделать, и как розу волшебную сделать. То есть там есть в записи семинар, и вы можете именно вот в этот коридор, получив этот семинар, со всей инструкцией, рабочей тетрадью, пошагово сделать, зарядить. Там есть все медитации для активации и энергетической зарядки вашего предмета. И, соответственно, у вас будет предмет, который вот в этом коридоре затмений, вот с этим намерением будет с вами работать. Всё. Теперь всё. И это была Татьяна Фомичёва, автор проекта «Кристалл Асофия». До следующего понедельника. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok